Развивайте своё дело вместе с любимым каналом. В оккупированном Восточном Иерусалиме даже в священный месяц Рамадан не прекращаются нападки на мусульман. В сети опубликовано видео, где один из израильских поселенцев настойчиво пытается захватить дом палестинки Мане Аль Курт в районе Шейх Джарах в оккупированном Восточном Иерусалиме. Яков, ты знаешь, что это не твой дом? Если я уйду, вы всё равно не вернётесь. Так в чём проблема? Чего на меня кричите? Не я это сделал. Можешь не кричать, но это не я. Ты крадёшь мой дом. Если я не украду, то украдёт кто-то другой. Нет, никто не имеет права красть. Половина семейного дома Аль Курт была захвачена израильскими поселенцами в 2009 году. Брат-близнец девушки Мухаммед ранее сообщал, что совместное проживание с захватчиками непереносимо и ужасно. Они просто сидят в нашем доме, мучают нас, преследуют, делают всё возможное, чтобы не только заставить нас покинуть вторую половину жилища, но и преследуют наших соседей, заставляя их покинуть свои дома и прикладывают все усилия, чтобы полностью искоренить палестинцев в Иерусалиме. В марте прошлого года Израильский окружной суд в оккупированном Восточном Иерусалиме ратифицировал приказы шести палестинских семей, включая Аль Курт, в Шейх Джарахе, и постановил освободить их дома, чтобы предоставить место израильским поселенцам. Также суд постановил, что ещё семь семей должны покинуть свои дома до 1 августа 2021 года. 2 мая Верховный суд Израиля отложил своё решение и постановил семьям до 6 мая заключить договоры с поселенцами, согласно которым палестинцы будут платить израильтянам арендную плату за своё же жильё. В последние месяцы в районе Шейх Джарахе палестинцы проявили массу сидячих забастовок в знак протеста против израильских приказов освободить свои дома, которые они описали как продолжение этнической чистки, которая началась в городе Нагбы в 1948 году. В ночь на 3 мая десятки израильских сил штурмовали район и напали на палестинские семьи, избивая и стреляя по ним слезоточивым газом и звуковыми бомбами. По данным местных палестинских СМИ, 20 человек получили ранения. Четыре палестинца и одна девушка были арестованы, затем на следующий день двое были освобождены. 28 палестинских семей прибыли в район Карм-эль-Джуани в Шейх Джарахе в качестве беженцев в 1956 году. В соответствии с соглашением с правительством Иордании и агентством ООН, дома были построены в обмен на аннулирование их статусов беженцев и обещание того, что эти семьи будут владеть домами через три года. Обещание так и не было выполнено. И в 1967 году Иордания потеряла свое влияние на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Израильские поселенческие группы заявили, что палестинские семьи построили свои дома на земле, принадлежащие евреям до 1948 года, и что они должны освободить эти дома. Но палестинский картограф Халил Туфак-Джи опроверг эти утверждения. Он сказал, что нашел земельный документ, который сводит на нет любое еврейское право собственности в этом районе. Данное заявление ученый огласил после 11 лет непрерывной работы в архивах Анкары. В настоящее время под угрозой выселения находится 38 палестинских семей. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.